Друзья, всем привет! Очень рада видеть вас снова на своем канале. Вы уже видите примерно итог этого видео, моего варварского теста над клячками. Поэтому, если вы хотите увидеть процесс, прошу поставить вас лайк. Это очень легкий способ поблагодарить меня за мои старания, за то, что я делаю для вас. Я сейчас расскажу вам про все бренды, которые будут представлены в этом видео, про все клячки, про их свойства, мягкость и так далее. Поэтому жду от вас поддержки и давайте начнем. Ну что, друзья, давайте начнем. У меня здесь 7 разных клячек, разных брендов. И это плюс-минус самые популярные бренды, которые выпускают клячки. Если вы знаете еще какие-то, то пишите в комментариях, что может быть я упустила. Ну и начнем, наверное, по порядку, как они лежат. Начнем с клячки Милан. Знаю, что ластик у них довольно популярный. И, конечно, помимо свойств клячки, мы будем еще оценивать то, как они упакованы. Эту клячку я заказала на Wildberries. Ластик клячка прямоугольный, мягкий, из синтетического каучука для стирания графита и угля. Срок годности не ограничен. Ну и, как вы можете видеть, сама клячка не имеет никакого пластикового футляра, как, допустим, в самом известном бренде. Не буду спойлерить, хотя, думаю, для всех это не секрет. Обычный пакетик. Бумажка проложена. И вот так выглядит клячка. Серая, прямоугольная. И давайте попробуем, насколько она мягкая. Сразу что чувствуется, что она не очень пластичная. То есть она не тянется. И просто отрывается. Если я хочу ее растянуть, то это у меня не получается сделать. В процессе этого видео, конечно, мы будем обсуждать основные значения клячки, для чего она нужна. Но, конечно, я могу вам сказать, что многие еще клячкой во время рисования пользуются как антистрессом, когда мнут ее в руках и растягивают. И, конечно, с клячкой от Милан такого у вас не получится. Клячки мы будем тестировать с помощью графита. Очень жирный такой брусочек 9B накладываю плотным слоем, по которому ластик точно будет проскальзывать и будет просто размазывать весь этот графит. А клячка должна идеально его впитать в себя. Угольная пудра моя любимая. Я ее очень часто использую. Ей можно даже делать полноценные портреты, только используя эту пудру. Тоже накладываю большим таким толстым слоем, несколько слоев прям уплотняю. В пастели тоже не обойтись без клячки, потому что ластик будет просто все размазывать. А клячка может немножко впитать в себя лишнего и только после этого уже можно подстереть ластиком. Часто клячкой приходится работать над тонкими деталями, поэтому она должна быть довольно податливая, но при этом не супер мягкая, чтобы можно было сформировать ребро и поработать где-то над нюансами. Но здесь в данном случае ребро плохо формируется. Да, она более жесткая, она держит форму, но вообще не пластичная. Пробуем оставить тонкие линии. Слушайте, ну вполне неплохо. Попробуем даже еще тоньше сделать. Быстро забивается, конечно, углем, но однако же начало неплохое. По графиту слабовато. Так же проскальзывает, как и ластик. А вот с пастелью работает неплохо. Попробуем промакивающие движения. Уголь очень быстро забивает клячку. Попробуем сделать то же самое с графитом. Вот промакивающие движения по графиту работают, но нужно прям приложить усилия и несколько раз вибрирующими такими действиями пропитать его в клячку. Пастель промакивающими движениями снимается хуже. Этой клячкой можно работать, но показатель пластичности очень важен для тонких деталей, чтобы сформировать острый кончик или ребро. И в данном случае, конечно, эта клячка проигрывает. Ее бы лично для себя я никогда не покупала для использования. Ну что, не буду томить, покажу вам свою любимую клячку. Я про нее уже очень много раз рассказывала, особенно в коротких роликах. Конечно, это клячка от Faber-Castell. Сразу заметьте ее внешний вид. У нее есть футляр. Это очень удобно, потому что клячка липкая сама по себе, и она будет впитывать волосы, пыль, какие-то мусоринки, если будет просто валяться без футляра. Ну и в целом эстетичнее выглядеть. Удобная пленочка, которая легко снимается. Клячки от Faber продаются в разных цветах. И магия момента. Посмотрите, насколько она пластичная. И как приятно она тянется. Невероятно приятный процесс. И когда ты ее немножко воздухом наполняешь при растягивании, эта часть становится очень мягкая, нежная, приятная. Ну и, конечно, этой клячке я могу придать любую форму. Она как очень мягкий, такой посушный, податливый, разогретый пластилин. Я могу что сделать, острый краешек, вполне. Что сделать, допустим, ребро тоненькое, и им поработать, проштриховать. Потому что на самом деле клячкой, когда просто пропитываешь, промакиваешь, может получиться грязь. Особенно на портрете. То, что нам не нужно на коже. Если вы работаете в академической технике, с помощью штриховки. И вот таким ребром можно сымитировать штрих. То есть вы как будто бы будете работать белым карандашом. Ну и, конечно, если вы берете цветную клячку, сразу рассчитывайте, каким цветом она будет после нескольких использований. Особенно это касается желтых клячиков в Faber-Castell. Они становятся просто такими грязно-зелеными. Когда смешиваются с графитом, то же самое касается розовых. И остальных, кстати, у меня на канале было видео, где я смешивала разные цвета клячек у Faber-Castell. И получала красивые оттенки. Так что обязательно заглядывайте. На канале найдете много всего интересного. Ну что, работаем с углем. Тоже очень быстро забивается грязью. Это грязное пятно сразу хорошо на клячке будет видно. Давайте попробуем промакивающие движения. То же самое уголь абсолютно полностью забивает клячку. Но то он ослабевает буквально, может быть, наполовину. Главный плюс мягкой клячки. То, что вы можете придать ей просто абсолютно любую форму. Но тут же и главный плюс жесткой клячки. То, что она больше будет работать как ластик. Ну что, по графиту мне Faber нравится гораздо больше, чем милановская клячка. Милановская здесь вообще была не видна. Faber работает шикарно. Ну, тут в принципе никаких открытий точно ни для кого не должно было случиться. И пробуем промакивающие движения. То же самое идеально снимает лишний тон. Чем сильнее вы нажмете, чем больше промокнете, тем, соответственно, больше тон уберется. Если вы хотите лишь слегка промокнуть, то, конечно, просто чуть меньше нажима. Пробуем пастель. Снова формирую тоненькое ребро. Отлично. С пастелью тоже она работает хорошо. С пастелью тоже Faber работает отлично. Пока что уголь преодолеть клячком сложно. Будем надеяться на другие экземпляры. И пробуем промакивающие движения. Конечно, здесь уже с этим сложнее. Но, однако, все равно лишняя пыль пастельная уходит. Вот, кстати, сейчас мы можем немножко перемешать. И вы сразу заметите, буквально за 3 минуты теста, как уже она подзагрязнилась и поменяется ее цвет. Конечно, она станет более серая и тусклая. Но на это стоит сразу делать расчет. Думаю, разница уже заметна. Ну что, отложим наш эталонный экземпляр. И перейдем к очень красивой клячке с Вайлбрис. В магазинах я ее не видела. Честно говоря, встретила только на Вайлбрисе. От производителя SimoLand. Также, естественно, паучуковая. И вот посмотрите, какой у него красивый футлярчик. Тоже один из плюсов, что есть футляр. И он, в принципе, значительно отличается по форме. Он выше и чуть уже, чем классический футляр для клячек. Пробую первый раз вместе с вами. Ну, по форме клячка стандартная. Футляр открывается довольно удобно. Кстати, возможно, даже поудобнее, чем у фаберов. Как всегда, еще дополнительная защита. Но вот просто, когда берешь Файбер Кастл и начинаешь снимать вот эту упаковку защитную, даже в этом чувствуется, насколько все продумано, как она легко, удобно снимается. Здесь же нужно немножечко приложить усилия. Я не говорю, что это плохо. Просто, когда берешь какую-то качественную вещь, ты даже на этапе упаковки чувствуешь это, насколько все продумано. Ой, сразу по ощущениям она просто как бревно. Вот мне даже ее сожить сложно. Приходится прикладывать усилия. Причем при этом, при всем при этом она липкая. Смотрите, как она красиво потрескалась. Ну, это просто такое удовольствие работать клячками. Не знаю, как многие художники их избегают. Ну что, момент истины. Ой, смотрите, она хотя бы поддается какой-то пластичности. Мне она, кстати, немножко напоминает клячку из фикс-прайса. Я в этот раз не нашла ее, хотела к видео подготовить, но почему-то в наших фикс-прайсах ее не было. На канале у меня был ролик с этой клячкой, такая зелененькая, в круглой баночке. Вот по ощущениям она очень похожа. Она не тянется, как фабер, а сразу начинает расходиться сильно на вот такие лоскутки. Посмотрите. Прям на такие паутинки. Да, фабер тоже может расходиться на паутинке, но это прям если очень медленно ее работать. Здесь же, скорее всего, что-то перемудрили с составом. То есть это на постоянной основе такое свойство. Смотрите, она просто в пыли разлетается. Да, она очень похожа на клячку из фикс-прайса. Конечно, в плане эстетики это выглядит очень интересно, но работать этим будет сложно и неудобно. Потому что мы уже так прилично намусорили. Быстренько собираем все катушки, которые у нас разлетелись. Если ее резко растянуть, то в принципе таких проблем не должно быть. Но это прям нужно делать очень быстро. Ну, не настолько быстро, чтобы порвать, но и не настолько медленно, чтобы произошлись паутинки. Кстати, это первый из клячек, который меня навела на мысль о том, что стоит, возможно, ввести в характеристики и запах клячки. Потому что ни у Фабера, ни у Милана я не чувствовала какого-то специфического запаха. Пахнет просто резиной. Причем запах клячки Фабер может быть мне более просто привычен, но на мой взгляд он пахнет приятнее. Она пахнет приятнее. Ну да. Все-таки здесь больше такой резиненный запах. А вот эта клячка прям воняет. Жаль, что нельзя передать запах через экран. Вы бы это почувствовали. Искусство требует жертв. Попробуем, как она в работе. В принципе, она довольно пластичная. Ей можно сделать действительно тонкий краешек. Ну, с углем она ожидаемо справляется не очень хорошо. Здесь я не виню клячки, так как уголь действительно забит очень плотно в поры бумаги. И он такой довольно жирный, плотный. Это мой любимый уголь. Я на него ссылку тоже оставлю в описании. И на стики, которыми можно его наносить. В принципе, мне нравится, как она работает, если честно. Да, она до бела не удаляет. Даже в самом начале как-то она не дает белизны. Но при этом все равно справляется. Промакивающие движения. Промакивающие вообще просто не дают никакого результата. Сразу забивается. Давайте графит попробуем. Графит удаляется, конечно. В принципе, неплохо, но опять же таки, очень прозрачно почему-то. Даже если два раза по одному и тому же месту провести, все равно получается прозрачность. Ну, промакивающие движения с усилием работают хорошо. В целом я могу сказать на самом деле, что по свойствам они все будут плюс-минус одинаковые. Единственное, те клячки, что пожестче, возможно, они будут удалять лучше все наши материалы. Но опять же таки, в работе вам будет ими сложно. Они жесткие, неподатливые. Поэтому здесь уже решать вам. Смотрите, какой красивый узор образуется на клячке. Просто прелесть. Да, с пастелью она справляется примерно, как и предыдущие кандидаты. И давайте тогда закончим с клячками в футлярах. У Брауберг тоже есть три цвета, как минимум. Они мне присылали их для обзора. Розовая, желтая, синяя. Скорее всего, это прям был жесткий такой закос под фаберкаство. Почему? Потому что абсолютно идентичные и футляры, и в целом, ну, цвета, собственно. Здесь также она была упакована в пленочку. Просто пленочки уже нет. И по свойствам она мне понравилась. Да, она явно жестче фабера. Вот вы можете даже видеть, что я прикладываю некоторые усилия, чтобы ее растянуть. Но при этом она также очень пластичная. Она не сыпется, как предыдущий наш вариант, только если прям вот замедлить растягивание. Если это делать в умеренном темпе, она не будет сыпаться. И будет довольно приятно. Еще раз сравниваю с фабер. Фабер просто вот, я палец прикладываю, и уже она прям продавливается. Просто я чуть-чуть касаюсь, и она продавливается. Здесь же нужно прям приложить усилия, чтобы придать какую-то форму. Но при этом все равно, все равно она мне очень понравилась. Учитывая, что это бюджетный бренд, думаю, хороший вариант. И по свойствам они очень похожи с фабер-кастл. Плюс есть цвета. Уголь, конечно же, как всегда, забивает все на свете. Здесь можно ей также делать острые ребра, можно делать тоненький кончик. Но, конечно, пальцы так поднакачаются немножко, когда будете работать, особенно если у вас большой кусок. По графиту, кстати, она больше проскальзывает. Чуть меньше убирает его. Но, опять же-таки, это не критично. Все очень близко схоже друг к другу в итоге по результату. Вот с пастелью работает хорошо, мне нравится. Слушайте, правда, на это, наверное, лучше всего. Да, с пастелью очень хорошо работает, мне нравится. Но из-за счет того, что она чуть пожестче, она дольше будет держать острый краешек, нежели тот же фабер-кастл. Промакивающими движениями она работает чуть хуже, потому что она не такая мягкая. То есть, чем мягче, тем лучше промакивает. Чем жестче, тем лучше оставляет тонкие следы. Клячка хорошая, могу ее порекомендовать. И у нас осталось три экземпляра. Помню, что пробовала Кахиноры и для видео, и в студенческие годы, когда работала ею. Она мне тогда вообще не понравилась, какая-то жесткая очень была. Давайте попробуем, может быть, у нее изменилась формула. Кстати, на упаковке написано, что просто пластичный ластик, даже не заявлено, что это ластик. Клячка. Не знаю, влияет ли это как-то, но просто такое замечание. Вот, опять же-таки, краешек заклеен. То есть, нужно постараться, чтобы аккуратно ее открыть. Вот у меня сразу даже и не получилось. А, ну да, все, я вспомнила. Вспомнила эти прекрасные ощущения. Ну, я бы сказала даже, что это не клячка, просто очень мягкий ластик. Конечно, она будет стирать хорошо. Хотя, ну да, смотрите, как она хорошо стирает. Но это не клячка. Это не клячка, это ластик мягкий. Как бы, если бы мне нужен был ластик, зачем мне тогда нужно это? А если мне нужна клячка, зачем мне нужно это? Ну, просто посмотрите, на какие жесткие куски она отрывается. Не тянется совершенно, не пластичная. То есть, я даже если ее вот так согну, она форму держать не будет, как видите, разгибается. А когда нам нужно, допустим, с бликами в глазах поработать, когда нам нужно сделать острый кончик, как вы этой клячкой сделаете? Никак. Ну, она даже и не заявлена как клячка, так что, думаю, с этим все понятно. Возможно, кому-то она понравится скорее как ластик, тогда окей. Ну, и посмотрите, вид все-таки неэстетичный, из-за того, что они сюда добавили надпись, как бы, зачем. Выглядит это все после буквально минуты использования. Явно не очень. Добавим немножко графита. Кретоколор. В целом, этот бренд мне нравится. Он не сильно дорогой. Очень нравятся их угольные карандаши Кретоколор, потому что они такие довольно сухие. И если обычный жирный уголь, он не пишет по графиту, то уголь Кретоколор, он ложится хорошо. Упаковочка здесь удобная, наконец-таки. Мои пожелания совпали. Первое ощущение, что клячка очень липкая. Прям-таки прилипает к пальцу. Посмотрите. Да, они все немножко липкие. Безусловно, в этом и смысл клячки. Но это прям очень сильно липнет. Вот если я медленно палец поднимаю, можно видеть, как он приклеился к клячке. Так, ну, это клячка очень пластичная. Слушайте, по ощущениям приятная, мягкая. Да, она явно другая, не такая, как Фабер. Фабер не так сильно липнет, на мой взгляд. Хотя, может быть, я уже как бы не замечаю этого. Но по мягкости, вот, это первая клячка, наверное, которая такая же мягкая, как Фабер. И она тоже не сыпется. Довольно пластичная. Но нет, все-таки они разные. Даже по растягиванию видно. Но, слушайте, вообще неплохой экземпляр. Бренд Крета Калор, как всегда, подтвердил свое имя. И ей также вы можете придать и острый кончик, и сделать ребро из клячки. Сейчас немножко потестим ее. С углем справляется так же, как и предыдущие экземпляры. Быстро очень забивается. Даже, я бы сказала, скорее всего, хуже, чем предыдущие экземпляры. Потому что даже в самом начале вообще не дает яркости. Ну, да, вот смотрите, где чуть-чуть поменьше тона, яркость есть. Кстати, первая клячка милановская. Не обращайте внимания на первый штрих. Не совсем корректно было здесь его вести, потому что все-таки здесь явно слой тоньше, чем посередине. Поэтому смотрим все-таки на следующие штрихи. Ну, да, из-за своей мягкости она, конечно, еще быстрее забивается. Возможно, она даже мягче, чем фабер. Пробуем графит. Да, она, кстати, чуть хуже держит острый краешек. И графит поддается ей чуть-чуть хуже из-за этого. Ну, а если промакивающими движениями, то смотрите сразу, как ярко. Опять же-таки за счет мягкости. И пастель. Лишний слой убирается, но, конечно, не до чистой бумаги. Но в любом случае, как вы можете клячкой поработать с пастелью? Вы можете убрать лишнюю пастель. Естественно, до бела она вам не вытрет. А потом вы можете просто взять ластик и ластиком уже дотереть все остальное. Потому что, если вы сразу ластиком начнете по пастели водить, то вы просто запачкаете ластик и наведете грязи. Поэтому вы сначала работаете клячкой, а потом удаляете. Также, если я сейчас проведу клячкой по графиту, тоже можете видеть, что он просто замазывается. Замазывает ластик. Но очень-очень плохо стирается. Просто, видите, он размазывает. Поэтому сначала всегда с мягкими материалами работаем клячкой, потом проходимся ластиком. Особенно с пастелью. Что я могу сказать? В принципе, в работе она очень удобная, податливая, невероятно мягкая. Самая мягкая из всех экземпляров. Но это же и немножечко дает ей минусов в плане работы. За счет своей мягкости она меньше держит острый кончик. И, возможно, чуть-чуть хуже стирает. Потому что она совсем мягкая. Здесь уже, опять же таки, решать вам, что вам принципиально важно в работе. Последний испытуемый наш экземпляр. Ластик клячка Виста Артиста. Произведено на европейском оборудовании под тщательным контролем специалистов. Страна изготовления Китай. Русский бренд, который производится на европейском оборудовании в Китае. Очень интересно. Также без футляра. Просто в упаковке. Так, ну и что можно сказать? Ой! Тоже сыпется, друзья! Тоже очень сыпется. Похоже на клячку из упаковки про искусство. Очень похоже по ощущениям. И тоже очень липкая. Просто посмотрите, как она липнет к пальцу. Просто посмотрите на это. Она просто не дает мне обратно мой палец. Ну да, это никуда не годится. Работать таким будет сложно. Возможно, если ее забить немножко графитом, она станет более податливая. Она не будет так сыпаться. Графит будет как бы как связующее звено. И она не будет такая липкая. Но извините меня, до этого момента еще тоже надо как-то будет с ней обходиться. Ну, конечно, это что-то неподходящее для работы. Им нужно, конечно, свою формулу додумывать. Даже не хочу тестировать. Я думаю, что по тестам плюс-минус она будет такая же, как и клячка про искусство. Вот, поэтому смысла в этом особого не вижу. Ну, и та клячка хотя бы не была такой липкой. И, в принципе, если ее быстро растягивать, она была более удобоваримая. Здесь же, конечно, совсем неподходящая формула, неподходящая структура. Точно не могу ее вам рекомендовать. И, ко всему прочему, она имеет также неприятный резиновый запах. И после нее очень липкие руки. Посмотрите. Ну, думаю, это заметно.